Хорошо, дорогие друзья, мы с вами продолжаем тему, которая называется «Как управлять судьбой?». У нас сегодня уже седьмая часть этой темы, и она называется «Если пошло что-то не по плану?». Третья часть, которую мы разбираем. Как поступать, когда все пошло не по плану? В нашей жизни мы уже говорили с вами, что если вдруг мы что-то запланировали и не получается, как мы захотели, то как реагировать? Есть ли практические советы, которые точно помогут нам преодолеть все трудности, которые могут встречаться в будущем? Знаете, есть люди-теоретики, которые любят теорию. Но мне хочется как практику найти в Слове Божьем, и мы вместе с вами это делаем, находим в Слове Божьем ответы, как нам поступать. Может ли такое быть, что Господь не подготовил бы нас к будущим событиям? Или же Господь точно знает, что нас ждет впереди, и поэтому Он нам дает уроки, как нам поступать правильно? Как вы думаете, есть уроки от Бога? Конечно. Сто процентов есть. Итак, как стать господином своей судьбы? Вот это очень важный вопрос. Вы хотите быть господином своей судьбы? Да. Священное Писание дает нам точные ответы, как нам быть господами своей судьбы. Я хочу начать с такой интересной цитаты, которая в свое время меня очень сильно удивила. И она, как бы, знаете, в какой-то момент дала мне какую-то определенную надежду. Давайте мы с вами вчитаемся в эту цитату. Смотрите, о чем здесь говорится. Несмотря на то, что мы были единственными людьми в мире, которым благоволил Господь, обстоятельства целиком были против нас. Вы понимаете мысль со мной? Алла, как вам такая мысль? Несмотря на то, что мы были единственными людьми в мире, которым благоволил Господь, обстоятельства целиком были против нас. А вы помните, если представить такую ситуацию, что вот у вас день начался, когда все обстоятельства против вас. Смотрите, вы проснулись. У вас договоренность была, что вам нужно было прийти на работу там в 7 часов утра, условно говоря. Ну, вы знаете даже по-другому. Ну, возьмем пример Андрея, да. Чтобы хлеб подать в 12.30, готовый, выпечку, да, надо прийти на работу в 6 часов утра. И закваска, пока закваску подготовить тесто, потом пока по очереди там поставить, все, пока выпечки. И в 12.30 придут люди уже за хлебом. Вы просыпаетесь в 7.20. Представляете? Вы убегаете на работу, в это время свет не дали. Еще что-то, еще что-то. И в этот момент вы спокойно себя чувствуете? Или внутри начинает у вас такое переживание, да? И в это время директор приходит. В этот день... Вот директор обычно во сколько приезжает? Во сколько? Саша, как часто он приезжает? Ну, иногда в 8 приезжает. Да иногда вообще он не приезжает. А вот, представляете, Саша приехал сюда к 6, да? Нету Андрея, звонит, телефон поставлен, забыл, и батарейка села, да? И оно все такое... И ты смотришь на это все и кажется, да невероятно. Как же так получилось? Да что же это прошло не так? И это одно дело, да? С другой стороны, я буквально на этой неделе рассказывал, я слушал об аптистах, наших братьях. Они совершали тоже служение, посвященное, и при этом у них были большие семьи, а их лишали свободы и сажали в тюрьму. Представляете, когда в тюрьму сажают главу семьи, у которого 8 детей. Я вас слушал проповедь на этой неделе, в которой его сын, вот этого человека, которого еще в советское время преследовали, и теперь его сын стал пастром, и он рассказывает, каких мама должна была позаботиться обо всей семье, воспитать детей, в которых в школе обижали, унижали, оскорбляли. Когда они там преодолевали тысячи километров для того, чтобы увидеться на свиданке, так называемой, со своим мужем, а их не допускали туда, и они тратили время и деньги на это все. И дети росли без отца. И в это время, как быть убежденными, что Бог на нашей стороне. Знаете, сегодня мы, может быть, живем в такое благоприятное время. Хотя, где, в каких регионах, да? Сегодня мы понимаем, в Украине подобные ситуации, когда люди столкнулись с такой проблемой, одна за другим, одна за другим происходит, и в это время быть уверенными, что Бог рядом с тобой. Я вам скажу, вот эта цитата, она с одной стороны кажется, а почему так? Почему такая несправедливость? А с другой стороны, это такая надежда, что Бог, независимо от обстоятельств, не теряет к нам любви. И Он рядом с нами, и Он знает, что происходит. И мы с вами возвращаемся к истории, к истории про Иосифа. Обратите внимание, вот как что в его жизни пошло что-то не так. Первое. Отец отправляет Иосифа к братьям. Когда он приходит к братьям, братьев не оказалось. Вот если бы он не посылал Иосифа к братьям, произошла бы вот эта проблема, когда его продали в рабство, избили? Нет, тут не было бы повода. Они же не могли бы из дома в присутствии отца это сделать. Дальше. Братья ушли за 25 километров от того места, где они должны были пасти. И некто ему говорит, они ушли вот именно туда, вот точно указал им путь. Откуда взялся этот некто? Смотрите, как обстоятельства. Сначала отец посылает, потом этот некто его отправляет. И потом дальше братья его бросают в ров. А в это время Рувим принимает решение спасти его и вытащить из этого рва, чтобы вернуть его отцу. И он куда-то отлучается на какое-то время, возвращается, а они уже продали его в рабство. Вы представляете? Получается, все за Иосифа или против Иосифа? Все против Иосифа. Обратите внимание. Казалось бы, что все против. Почему Бог молчит? Я хочу прочитать цитату из Патриархии и Пророков. Давайте тоже внимательно обратим внимание. Знаете, Господь дает нам такие подсказки, которые нам помогут в будущем быть успешными людьми. Даже когда обстоятельства будут идти против нас. Я вам скажу, это дорогие уроки, очень дорогие. И хорошо, когда мы не на своей, знаете, такое выражение грубой, да, может быть, не на своей шкуре это пережили, а пережили посредством опыта предыдущих поколений. И если мы будем верны, то мы преодолеем с легкостью любые сложности. Давайте прочитаем. Когда караван двигался в южном направлении, к границам Ханаана, мальчик издали увидел холмы, среди которых были разбросаны шатры его отца. Он горько зарыдал при мысли о любящем, оставленном скорбящем отце. Все пережитое в Дафане снова прошло перед ним. Он видел разгневанные лица своих братьев, их свирепые глаза, язвительные оскорбления, которыми были встречены его страстные мольбы, звучали в его ушах. С трепетом в сердце он думал о своем будущем. Какая перемена в положении? Нежно любимый сын стал презренным, беспомощным рабом. Что ожидало его в чужой стране? Что ожидало его в чужой стране, одинокого, без друзей и близких? На какое-то время Иосиф погрузился в безысходное горе и мрак. Попробуйте пережить вот это состояние, или представить состояние. Не надо переживать, да? Попробуйте представить это состояние, когда он погрузился в безысходное горе и мрак. И мы с вами давайте разберем прям поэтапно. Первое. Слышал ли Иаков голос Божий в своей жизни? Мог ли он отличать голос Божий от тысячи других голосов? Патриарх Иаков. Да, вы помните, что сначала, первое, да, когда он только убегал еще от брата своего, ему снится сон, когда он видел лестницу, которая соединяет небо с землей. Это было как символ Иисуса Христа, который примирил людей с Богом. Потом дальше, когда он уже находился у Лавана, Бог ему подсказал, как ему поступить в одной ситуации. Потом Бог ему сказал, выйди, иди домой, возвращайся. У него был опыт с Богом. Почему Бог не открыл Иакова, что идущий вдалеке караван ведет в кандалах его любимого сына? Мог же так ему Бог открыть это или нет? Представьте, Иаков, да, вы ходите. Вот вы, представьте, вы Иаков. Проснулись, сейчас внутренне какое-то беспокойство, что-то как-то вам неспокойно на сердце. И вы смотрите, вдалеке там какие-то там, знаете, как муравьи идут, где-то вдалеке там шатры. У вас шатры отца с этой стороны, а там вдалеке идут, как муравьи, какие-то люди. И вам такая мысль. Возьми оседлай ослика там или верблюдика и догони этих людей. А вы понимаете, что это Бог говорит? Ну, если он имел опыт с Богом. Вы садитесь на этого верблюдика, берете с собой несколько слуг, да, и поехали в ту сторону. Приезжаете туда, зачем вы сами не понимаете? У вас же было такое в жизни, когда вы что-то делаете, чувствуете, что надо делать, а не понимаете, зачем? Друзья, он доезжает туда, смотрит, там его сын. Смог бы откупить его, Иаков, за 20 сребрянек? Да легко. Но почему-то Бог молчит. Почему во сне Иосифу Бог не открыл, что братья хотят его убить и продать в рабство? Мог же Бог ему открыть это во сне? Представляете, он говорит, друзья, у меня такой сон, помните, как в прошлой истории, да, мы говорили? Мне такой сон приснился, что все снопы мне поклонились. Все говорят, о, поклонятся тебе снопы, смотри там, да. Потом на следующий раз говорит, звезды теперь уже все поклонились, ему снова там братья кулаки. А потом, представляете, он говорит, представляете, мне приснился сон, как будто бы меня избили, бросили в ров какой-то. А потом, когда там Рувим ушел, продали меня в рабство, а отцу принесли окровавленные мои одежды. Представляете, если бы он такое рассказал бы им, да? И отец после этого отпустил бы уже к ним бы туда, Иосифа. Я думаю, что даже если бы они не поверили в этот сон, то Иосифа, он одного бы уже туда не отпускал бы. Но почему Бог молчит, да? А дальше, а что пугало Иосифа теперь, когда он уже оказался в этом положении, что его пугало? Обратите внимание, еще раз прочитаю, что он не знал, что ожидал его в чужой стране, одинокого, без друзей и близких. И на какое-то время Иосиф погрузился в безысходное горе и мрак. Но обратите внимание, что Слово Божье дает нам ответ, как нам поступать. То, что может нас пугать в будущем, нам нужно выгонять из своей головы. Не принимать это близко к сердцу, а помнить слова, которые сказал Христос. Евангелие от Матфея, 6 глава, 34 стих. «Итак, не заботьтесь о завтрашнем дне, ибо завтрашний сам будет заботиться о своем. Довольно для каждого дня заботы своей». И вот в этот момент, когда мы думаем, а что же дальше, Бог говорит, помни, что я рядом с тобой сегодня. Вас это вдохновляет? Вы видите, когда мы сталкиваемся с какой-то проблемой, если мы сегодня будем к этому готовы. Вот сегодня мы все переживаем за те события, которые произошли в Турции. Когда произошло землетрясение, очень многие люди оказались под завалами земли. Как это можно было предсказать? Невозможно. Да, вот мы понимаем, да, может быть, какие-то сейсмостанции, какие-то, может быть, там прогнозы были. Но когда люди уже оказались там, и когда они, что делать в этой ситуации? Как себя вести в этой ситуации? Когда ты оказался в таком положении? И если вы будете помнить, что Бог не оставляет вас, то у вас будет надежда бежать, за которой вы сможете выжить. В свое время была такая известная книга, она и сегодня есть, но, может быть, я не знаю, читали вы или нет. Виктор Франк называется «Скажи жизни да». В ней описывается история, когда он сам был евреем по национальности, он ученый человек был. И он был в Германии во время Второй мировой войны. И он попал в Освенцим. Когда он оказался в Освенциме, он описывает состояние, как люди теряли надежду и умирали от безвыходности. Но он говорит, ну как только у человека была хоть какая-то надежда, ради чего стоит жить, он боролся за эту жизнь, и он выживал. Вы представляете? И он говорит, я специально видя, что люди унывают, и они уже, просто, они уже умирают, по сути. Они уже распрощали жизнь, они не борются за жизнь. Я подходил и начинал с ними разговаривать, это он описывает. Он говорит, а какая у тебя цель жизни? Какая у тебя была, он говорит, никакой цель. А какая раньше была цель? Он говорит, ну раньше у меня была мечта, что будет у меня кафе. Так вот давай будем думать, у тебя будет кафе, мы вместе с тобой посидим в этом кафе еще. Он говорит, да какое кафе, ты посмотри, да будет у тебя кафе-то. Давай будем думать. Тот говорит, ну я ни о чем, я не знаю, я все, я все потерял, я семью, детей. Он говорит, они погибли, нет, их куда-то забрали. Так может быть, дети твои живы? И они еще нуждаются в тебе, как в отце. И у этого человека появлялась надежда, он хотел жить. И как только у них загорались глаза, жизнь снова возвращалась к ним. Да, кто-то, возможно, и не выжил. Но были те благодарные люди, которые потом выжили. Если мы сегодня знаем, что Бог рядом с нами, Бог нас любит, даже если что-то, кажется, пошло не так, Он нас приведет к тому прекрасному финалу. Но мы не должны сдаваться. Мы должны помнить, что Господь дает нам все лучшее. Есть такая проповедь из этой серии у меня, называется «Только сегодня». Когда мы не боимся будущего, когда мы не боимся, не страшимся, что будет потом, мы живем сегодняшним днем, и только сегодня нужно остаться верными Богу. А завтра, завтра будет снова сегодня. И когда мы будем снова верны Богу. Бог обязательно благословит нас. Посмотрите эту тему, если кто-то не смотрел. Продолжаем дальше цитату из книги Патриархии Пророки Эллену Айт. Постепенно его мысли обратились к Богу и его отцов. С самого детства он был научен любить и бояться Бога. Не раз в шатре своего отца он слышал о сне, который видел Иаков, покинувший дом, как изгнанник и беглец. Ему рассказывали о божественных обетованиях Иакова и как они осуществились в его жизни, как в час нужды явились ангелы Божьи, чтобы наставить, утешить и защитить его. Ему рассказывали о любви Господа, благодаря которой появился Искупитель людей. Теперь все эти драгоценные уроки ожили в нем. Иосиф верил, что Бог его отцов будет и его Богом. Тогда он полностью предал себя в руки Божьи и молился, чтобы покровитель Израиля не покинул его в земле изгнания. Что поддержало Иосифа, друзья? Обратите внимание, я подчеркнул специально. Что поддержало его? Как с самого детства он был научен любить и бояться Бога. Что в шатре своего отца он слышал опыты его отца с Богом. Мы с вами давайте посмотрим. Мы же хотим практиками быть, да? Мария, мать Иисуса Христа, не рассказывала ему сказки. Она пересказывала ему библейские истории. И когда он оказался в искушении от сатаны, и сатана начал его искушать, то он не вспоминал, как вели себя какие-то герои сказок. А он вспоминал что? Как написано. И он четко давал сатане отпор. Если в нашей семье мы сможем наших детей учить на Слове Божьем, то когда они столкнутся с трудными ситуациями, они будут говорить то, что их учили их родители. А если они оказались в трудной ситуации, вспоминают, а им вспомнить нечего. Потому что они смотрели там мультики какие-то, читали какие-то сказки, там байки, анекдоты, какие-то приколы. И ничего серьезного не было в их жизни. И что они помнят? И когда в трудные минуты они окажутся, что даст им силу устоять? Что даст им силу преодолеть? Утешитель же Дух Святой, которого пошлет Отец мой во имя моего, научит вас всему и напомнит вам все, что я говорил вам. Научит и напомнит. Очень интересно. Как можно напомнить то, чего мы не изучали? Знаете, как в школу приходишь, да, в школу. У меня была такая, знаете, пограничная зона, потому что я очень любил мою учительницу по русскому языку и по литературе. Она была прекраснейшая женщина. Это такая, ну, по сути, получилось, она формировала все благородное, что тоже во мне было. Ну, она помогала, скажем так, в школе, по крайней мере. То, что дома родители закладывали, она в школе. Прекрасную учительницу. Я очень любил, некоторые, да, вот ученики что делали. Мы тетрадки дома забывали. Домашнее задание. Надо сделать домашнее задание какое-нибудь по русскому языку. И учительница спрашивает, там, домашнее задание. А я тогда еще и врал, представляете. Я говорю, я дома тетрадку забыл. Она говорит, а задание ты сделай. Я говорю, сделай. Она говорит, ну, беги домой. У нас два урока. Беги домой, и я жду тебя. О-о-о-о. Я, знаете, я собрал все силы, какие-то были. Я понимал, что мне надо пулей добежать, сделать урок и прибежать и спеть ко второму уроку. Я запомнил этот урок, который она мне преподала. И после этого, как вы думаете, забывал я дома тетрадки? Уже тетрадки не забывал. Потому что я понимал, что она может мне опять сказать, Виталик, ты забыл тетрадку дома? Ну, беги. Беги домой и приноси тетрадку с выполненным домашним заданием. Я помню, когда я прибежал тогда первый раз, запыхавшийся весь, знаете, там такой скоростью писал все. Она не стала даже проявлять. Она говорит, хорошо, Виталик, хорошо. И вот для меня был урок, знаете. Так вот здесь вот интересно, что мы можем забыть, сказать, что мы забыли, да? Но Бог нам напомнит, если мы забыли. Если мы знали, Бог нам напомнит. Но если мы не знали, это будет просто обман. И мы не сможем найти решение. Бог не сможет нам напомнить. Рассказывайте вашим детям о Божьей любви. Вот, друзья, рекомендации, которые вы можете помочь своим детям в будущем. Рассказывайте о Божьей любви, Давид. Тебе рассказывают о Божьей любви родители? Библейские истории вы же читаете с родителями? Про Давида, про Голиафа. Ты же читал? И вот таким образом родители помогают тебе в будущем остаться верными Богу. Кто помог Давиду одержать победу? Ты помнишь? Абсолютно верно. Он был большой мальчик или маленький? Он был маленький, но одержал победу над большими проблемами. Если мы будем учиться в Слове Божьем, и наши дети будут это все изучать, то, оказавшись в трудную минуту, они вспомнят историю про Давида, они вспомнят историю про огненную печь, они вспомнят историю про Елисея, они будут помнить, что у Бога власть безграничная, и Бог никогда не оставляет своих. Это поддержит их ябодрик. Рассказывайте своим детям. Рассказывайте и записывайте ваши опыты с Богом. Вы делаете это, друзья? Делайте. Начните это делать. Записывайте ваши опыты с Богом. Какие Бог давал? Отвеченные молитвы записывайте. Потому что это укрепит вашу веру. И потом вы будете делиться со своими детьми, и они будут формировать свою веру на основании нашего опыта. В трудную минуту жизни это поддержит нас и напомнит нам, что Господь рядом с нами. И теперь все эти драгоценные уроки ожили в нем. Я еще раз повторю. Иосиф верил, что Бог его отцов будет и его Богом. Тогда он полностью предал себя в руки Божьей и молился, чтобы покровитель Израиля не покинул его земле изгнания. И вот здесь, знаете, центральная часть успеха Иосифа. Я хочу, чтобы вы обратили особое внимание. Господь не скрывает от нас, что являлось успехом того или иного человека. И вот секрет успеха Иосифа вот заключается вот в этом предложении. Давайте мы с вами его прочитаем, и, может быть, даже лучше выучить его наизусть. С трепетом он поставил перед собой высокую цель – оставаться верным Богу и при любых обстоятельствах поступать так, как подобает подданному небесного царя. Всем сердцем он желал служить Господу. Он желал мужественно встретить любые испытания судьбы и верно исполнить всякую обязанность. Вот этот вот отрывок, друзья. При любых обстоятельствах поступать так, как подобает подданному небесного царя. Представляете, а как это поступать так? И здесь дальше раскрывается. Он желал мужественно встретить любые испытания судьбы и верно исполнить всякую обязанность. Знаете, у Лену Айпи есть красивая такая цитата. Если вы хотите, чтобы ваши дети стали господами судьбы, научите их не бояться никакой работы. Вы хотите быть господином своей судьбы? Мы в самом начале говорили, не бойтесь никакой работы. В любых обстоятельствах, куда бы вы ни попали, не сдавайтесь, трудитесь по максимуму, чтобы любая работа, которую вы будете делать, вы относились к ней с уважением и с желанием понять, как она работает, как она устроена для того, чтобы выполнить ее. Итак, я еще раз прочитаю. Прочитаю эти потрясающие слова. С трепетом он поставил перед собой высокую цель – оставаться верным Богу и при любых обстоятельствах поступать так, как подобает подданному небесного царя. Всем сердцем он желал служить Господу. Он желал мужественно встретить любые испытания судьбы и верно исполнять всякую обязанность. Один день изменил всю жизнь Иосифа. День – ужасные события, которые превратили его из балованного юношу во вдумчивого, смелого и выдержанного человека. Отец действительно баловал Иосифа. Он его как-то перед детьми больше проявлял к нему любви, дарил ему одежды. И ребенка это портило. Но вот этот день изменил всю его жизнь. Он со своей стороны теперь уже стал взрослым, вдумчивым человеком. И эти трудные ситуации, которые происходят в жизни... Знаете, я когда размышлял над Иосифом, я только вот на этой неделе буквально перечитал снова и нашел тексты из Библии, сколько же было Иосифа, когда его продали в рабство. Ему было 17 лет. И описывается, сколько лет ему было, когда он пристал перед фараоном. Ему было 30 лет. 13 лет рабства и угнетений. Вы представляете? 13 лет. И вот эти 13 лет, чтобы ему пережить достойно, Господь через его Отца заложил в него хороший фундамент. Представляете, как это вот... Вот сколько вы верными будете, когда вас постоянно издеваются, вас обижают, унижают. Я читал... У нас есть книга, нам подарил Павел Иванович Либеранский. Подарил книгу мне о мужестве адвентистов, которые шли служить в армию и отстаивали верность Богу. Отставили субботу, отставили принципы христианские. Я вот перечитываю. И вот эти авторы, они часто пишут, что в то время даже рекомендовали перед армией не принимать крещение. Потому что армия могла сломать. Лучше говорит, потом уже после армии придешь, спокойно уже примешь крещение. Кто-то так советовал. Но пасторы, они настроили, говорят, будь верен, прими решение и уже там отстаивай свою истину. И вот чаще всего вот эти вот люди, которые описывали эти истории советского времени, они принимали решение принять крещение до того, как пойти в армию. И уже в армии бороться за свою веру. Это очень нелегко было. И вот они описывают случаи, как их пытались сломить. Действительно, как было непросто. Но остаться верными... И, представляете, два года, они понимали, два года. Они должны быть верными. Но кого-то на дисбат обещали сослать. Они понимали, что пусть даже и дисбат, но я все равно буду верным Богу. А здесь, когда ты не знаешь конца и края, будет ли этот конец. Вы представляете состояние осени. Тринадцать лет. Тринадцать лет – это для кого-то полжизни, да, сегодня. Или, представьте, молодые годы, так это вообще считается. Вся молодая жизнь пролетела по тюрмам и по рабству. Но за счет того, что в него его отец заложил веру в Бога, он смог преодолеть эти испытания. Но с другой стороны, он сам принял решение. Отец мог закладывать в него, но если бы он не был верным сам и не принял такое решение, то он бы не преодолел это. И как стать господином своей судьбы? Он желал мужественно встретить любые испытания судьбы и верно исполнять всякую обязанность. Помните, что вы никогда не достигнете большего, чем то, на что вы себя нацелили. Необходимо ставить самые высокие цели. И шаг за шагом, порой через боль, самоотречение и жертвы, подниматься по всей длине лестницы прогресса. Не останавливайтесь ни перед чем. При вратности судьбы еще никого не опутали настолько прочно, чтобы оставаться в состоянии безысходности и отчаяния. «Враждебные обстоятельства должны пробуждать нас твердую решимость победить их. Как только мы преодолеваем первую преграду, на своем пути мы обретаем смелость и новые силы идти дальше. Продолжайте упорно двигаться в верном направлении, и вы скоро обнаружите, что обстоятельства становятся нашими помощниками, а не противниками». Все-таки интересно. То есть получается, что люди иногда, когда сталкиваются с трудностями, они сдаются, они плывут по течению. А Слово Божье говорит, что когда ты сталкиваешься с проблемами, не сдавайся, если только ты в верном пути уйдешь. Если ты выбрал и избрал правильный путь, а как понять, правильный ли это путь или нет? Как нам убедиться, что я иду правильным путем? Что обстоятельства, которые впереди меня? Если я постоянно советуюсь с Господом. Если я слышу голос Божий, задаю вопрос Господи, на том ли я месте, и занимаюсь ли я тем делом, которым ты мне поручил. Или может быть, я другие планы. И когда Бог вам даст ясное понимание, что вам делать, и вы будете делать и встречать трудности, то не нужно их бояться. Нужно двигаться шаг за шагом, преодолевая одно препятствие за другим. И в итоге чем это закончится? Обратите внимание, последнее предложение. Обстоятельства становятся нашими помощниками, а не противниками. Это то, что произошло с Иосифом. Мы позже разберем эту тему. Иосиф же отведен был в Египет, и купил его из рук измелетян, приведших его туда, египтянин Патифар, царедворец фараона в начале телохранителей. И был Господь с Иосифом, и он был успешен в делах, и жил в доме господина своего, египтянина. И увидел Господин его, что Господь с ним, и что всему, что он делает, Господь в руках его дает успех. И снискал Иосиф благословение в очах его, и служил ему. И он поставил его над домом своим, и все, что он имел, отдал в руки его. И с того времени, как только он поставил над домом своим и над всем, что имел, Господь благословил дом египтянина ради Иосифа. И было благословение Господне на всем, что имел он в доме и в поле. Вы обратили внимание, что в чем успех был у Иосифа? В какой работе? Даниэл, обратил это внимание, дочь? В какой работе он имел успех? Вовсе. Абсолютно верно, вовсе. А как так может быть, что можно вовсе иметь успех? Если мы пренебрежительно относимся к работе, будем мы иметь успех? Я вам расскажу историю. Да нет, это неправильный ответ. Не будем иметь успех. Знаете, я когда... Эта история такая, я рассказывал ее на школе, может быть, слышал ее уже, но повторю ее. Я проходил медико-миссионерскую школу в новых обиходах. Меня пригласили туда, там была встреча, обычно медико-миссионерские школы, но раз в году там проводили лидерские школы. Когда приезжали люди, у которых предпринимательская жилка какая-то, которые уже бизнесмены, предприниматели, которые могли бы в служении активнее послужить тоже. И для них была немножко программа изменена. И когда я приехал туда на школу, то туда приехали мои друзья, тоже бизнесмены, руководители, директора, ну такие депутаты. Один приехал, я директор лизинговой компании был в то время. И вот мы приехали туда, и знаете, так все интересно, смотрим служение. То там мы в церкви как-то мало видели его служение повседневное. Вроде в субботу только видишься, там слышишь какие-то такие опыты, где-то про Африку рассказывают. А тут живое, столько людей, исцеление получают, столько молодежи, участвую в служении. Мне так все понравилось. Я так вдохновлен. И вдруг меня, знаете, как гром среди бела дня. Мне говорят, Виталик, ты сегодня дежурный. Я говорю, в смысле дежурный? Мне говорят, тебе надо убрать в зале там будет. Ну я думаю, ну как убрать в зале? Я думаю, я приду туда, там человека четыре будет. Я одного поручу, чтобы он поднял стульчики, второй подметает, третий полы моет. Я проконтролирую все, свет выключу, дверь закрою, и мы уйдем. Прихожу туда, знаете, сколько там человек был дежурный? А? Я один, представляете? Я не понял, как же я так думаю? Подождите, и что, я тут убираться, что ли, должен? Они что, не понимают, кто я такой? Я, знаете, я в таком шоке. Я начинаю эти стулья передвигать. Я весь в возмущении, я с этим веником начинаю подметать. Я, буй, я ропот такой. Вы представляете, я Богу начинаю там... А я сейчас как? Очень важный урок. Своей время факторович Владимирович мне говорил. Говорите все, что у вас на сердце Богу. Прямо сразу. Не надо там прятать. Он все равно знает. Так вы хоть признайтесь ему первые. Расскажите, может, он вам поможет в этой ситуации. Я Богу говорю, господи, я не тем занят. Я не этим должен заниматься. Я вот это все подметаю, подметаю где-то на середине зала. Там зал такой, как вот таких, наверное, четыре. И я еще в возмущении. Тем более, знаете, у страха глаза велики, а тут еще недовольство. Такой, мне кажется, такой огроменный зал. Стадион. Думаю, куда там его мести? Это все убрать надо. И вот я убираю, убираю. В какой-то момент говорю, господи, я не тем занят. Я должен быть, знаешь, как кто? И мне такая, ну как кто ты должен быть? Я думаю, как кто? Я как Иосиф должен быть. Вторым после фараона, знаешь, финансистом. Я мог бы финансами ворочать. Я бы помог, может быть, с бухгалтерией, еще что-то. И мне в этот момент мысль такая. А если бы Иосиф так подметал, как ты сейчас подметаешь, вышел бы он из тюрьмы или нет? Я так оглянулся назад. Смотрю, там какая-то бумажечка лежит незаметная. Я ее куда-то затолкал там в ухо, знаете. Там мусорец даже не стал подметать. И в этот момент мне мысль приходит. Либо ты будешь делать все, как для меня, качественно. Либо ты никогда не достигнешь того уровня, который достиг Иосиф. Я стою один. И представляете, это же не то, что тут появился Господь, Он тут передо мной стоит. Это не то, что тут какие-то зрители есть. Никого рядом нет. Я стою и думаю, что же мне теперь делать? Что бы вы делали на моем месте? Продолжили дальше мести, потому что время-то поджимает. Уже ползала подмел, можно сказать. Или вы вернулись бы и с самого начала начали совсем по-другому подметать? А, наверное, вы каждый день с этим будете сталкиваться, друзья. Особенно, когда вы мне еще подсказываете, как правильно поступить. Вы знаете, как правильно. И я со своей стороны посмотрел и думаю, а каким я хочу быть? Я хочу быть успешным. Чтобы, как Иосифа, и видел Господин его, что Господь с ним, что всему, что он делает, Господь в руках его дает успех. И я решил подместить теперь совсем по-другому. Знаете, как я решил подметать? Старательно. А есть отличие, когда ты просто моешь посуду, или когда ты со старанием моешь посуду? Когда ты ждешь гостей, или когда ты дорогих гостей ждешь? Или ты просто дома подметаешь? Вот представьте, женщина, да, это... Вот вы дома встали, за собой там какой-то порядочек. А если гости придут, по-другому вы будете подметать? О, там и попылесосить, и помыть, и окна протереть. Все по-другому. Вот здесь, ну, мужчинам тяжелее, понятно. Но я вижу, все равно мы понимаем, да? Что если мы будем делать как для Господа, как делает Иосиф, то все будет совсем по-другому. И будем мы тогда успешными, друзья? Вот в этом секрет. Мы должны уже сегодня научиться, быть людьми, делать любую работу как для Господа. Бывают случаи, когда я прохожу где-то, смотрю, валяется какая-то бумажка. Я прошел, думаю, почему, интересно, не убрал там мой сотрудник, который ответственный за то, чтобы убирать здесь. А вторая миссия, подожди, а ты что, у тебя же руки отвалились? Никто не видел меня, думаю, ладно, хорошо, пошел, забрал эту бумажку. А то прошел мимо, знаете, ожидая, что может быть... Знаете, есть такое понятие, как корпоративная этика, да? Когда каждый чувствует свою ответственность. Но когда мы чувствуем эту небесную корпоративную этику, да? Когда мы живем, и мы дети Божьи. Если мы дети Божьи, то мы, значит, будем как Бог делать. А Бог есть Бог порядка. И мы будем стараться шаг за шагом делать все лучше и лучше. Итак, мы теперь еще подробно остановимся на этих текстах, да? Иосиф не боялся никакой работы. Вот в чем заключался секрет его успеха. Бог давал ему успех во всех делах не потому, что Иосиф все умел, а потому что Иосиф со старанием выполнял любую работу, какую ему поручали. Интересно, в книге «Желание веков детства Иисуса» есть две главы, 7 и 9 главы. Я все не помню, где это записано, 7 или 9 главе. Может быть, это будет домашнее задание, тем, кто почитает, найдут этот отрывок. Идея говорится о том, что Иисус Христос, когда Он выполнял какую-то работу по дому, Его старшие братья, сводные братья, которые были дети Иосифа, они Ему заставляли делать ту работу, которую они должны были выполнить. И в этот момент, если бы я был на месте Иисуса, я бы вот так вот бы и молния. А ну бегом, ребята, порядочек наводить. Мог бы Христос так сделать? Творец Вселенной, но Он мог бы это сделать. Молния там, да. А она у Него была. Я уверен, что она у Него была. Так вот Иисус Христос мог бы проявить свою силу и власть. Но знаете, что делал Иисус Христос? Иисус, написано, Он выполнял работу, которую они заставляли делать. Как заставляли? Он говорит, делай за нас. И Он не спорит, делал эту работу. И написано, с радостью делал ее. Представляете, с радостью за кого-то что-то делать. Радости обычно нет, когда за кого-то что-то делать. Когда ты свою работу делаешь, ну ты делаешь, да? А если ты понимаешь, что ты чью-то работу делаешь должен, ту же самую, то она тебе уже как-то некомфортна. Но в это время, знаете, что происходит? Либо вы управляете судьбой, либо судьба управляет вами. Интересно, да? Либо я возьму, закатав рукава, скажу, хорошо, надо это я и это сделаю. А вот это я и это сделаю, а вот это я и это сделаю. Слушай, ну этого парня не сломите, или эту девчонку, да? Или же наоборот, да что это я буду делать? Да пусть я тебе делаю, да пусть я тебе делаю. А это зачем? И ты в какой-то момент понимаешь, что уже и свою не хочешь делать, еще бы это принес. Так ты не станешь господином своей судьбы. Так ты станешь рабом обстоятельств, которые тебя будут сдавливать, сдавливать. И ты будешь все недовольный, недовольный, потому что а почему тот, а почему этот? В то время, когда ты мог бы из-за того, из-за того и сделать, и быть счастливым. И ничто не повлияет на твою радость. Наоборот, все только будет усиливать твою радость. Дальше. Он желал мужественно встретить любые испытания судьбы и верно исполнять любую всякую обязанность. Итак, призыв, да? Будьте господами своей судьбы и научите ваших детей быть господами своей судьбы. Каким образом? Это можно сделать. Научить их не бояться никакой работы. И научиться самому не бояться чего? Никакой работы. Все, что мы будем делать, оно должно быть как для Господа. И таким образом мы сможем исполнить Божий замысел в нашей жизни. Потому что Иосиф, когда оказался в стесненных обстоятельствах, будучи сыном князя, он не боялся никакой работы и делал ее как для Господа. И оставил он все, что имел в руках Иосифа, и не знал при нем ничего, кроме хлеба, который он ел. Иосиф же был красив станом и красив лицом. И обратила взоры на Иосифа жена господина его и сказала, спи со мною. Но он отказался и сказал жене господина своего. Вот господин мой не знает при мне ничего в доме, и все, что имеет, отдал в руки мои. Нет больше меня в доме, Сем. И он не запретил мне ничего, кроме тебя, потому что ты жена ему. Как же я сделаю себе великое зло и согрешу пред Богом? Когда она ежедневно говорила Иосифу, а он не слушался ее тогда, чтобы спать с ней и быть с нею, случилось в один день, что он вошел в дом делать дело свое, и никого из домашних тут в доме не было. Ну и давайте я хочу маленькую остановку сделать. Как же сделаю себе великое зло и согрешу пред Тобой? Жена Патифара, она могла стать его союзницей. Она хотела его расположить. Он имел бы больше благословений или, скажем, успеха какого-то дома финансового, если бы он покорился ей. Как вы думаете? Она бы заняла его сторону или нет? Ну, скорее всего, да. Если она к нему была так расположена, она бы наверняка ему какие-то, может быть, и деньги дополнительные давала, еще что-то бы. Но он смотрел на любые повороты судьбы через призму Слова Божьего. Если что-то, предложение какое-то поступает ему, выгодное предложение, оно вроде как выгодное было, то он смотрел, что Слово Божье по этому поводу говорит. А вот теперь, друзья, как эта история к нам касается? А как я реагирую на соблазнительные, нечестные предложения судьбы? У вас бывают ситуации, когда вам кажется что-то такое, прямо, знаете, вот возьми и получи, но надо нечестно поступить? Нужно где-то переступить через голос совести? Как мы в этот момент поступаем? Мы делаем то, что нам выгодно? Или же мы задаем вопрос, а как Бог хотел бы себе поступить? Что мне дороже, кажущаяся сии минутная выгода или верность Богу и потеря желаемого блага? Знаете, эти уроки, они не случайно написаны. Это история про Иосифа, она написана про каждого из нас. И мы в повседневной жизни будем сталкиваться с ситуациями, когда, казалось бы, выгоднее вот так поступить, и все. И подумаешь там, ну ничего страшного один раз. Но то же самое, как мы один раз, оставшись верными Богу, в следующий раз легче преодолеем испытания и будем снова верны Богу, точно так же, друзья, легко один раз уступить соблазну, и в следующий раз нам будет еще легче уступить соблазну и покатиться в пропасть греха. Насколько важно, чтобы мы смотрели, как Иосиф? Что скажет Господь на этот вопрос? У Бога всегда есть решение. Она схватила его за одежду и сказала, ложись со мной. Но он, оставив одежду свою в руках, побежал и выбежал вон. Она же, увидев, что он оставил одежду свою в руках и побежал вон, кликнула домашних своих и сказала им, посмотрите, он привел к нам еврея ругаться над нами. Он пришел ко мне, чтобы лечь со мной, но я закричала громким голосом. И он, услышав, что я подняла вопли, закричала, оставила у меня одежду свою, побежал и выбежал вон. И оставила одежду его у себя до прихода господина его в дом свой. И пересказала ему те же слова, говоря, раб еврей, которого ты привел к нам, приходил ко мне ругаться надо мною. Но когда я подняла вопли и закричала, он оставил у меня одежду свою и убежал вон. Когда господин его услышал слова жены своей, которые она сказала ему, говоря, так поступил со мной раб твой, то воспылал гневом. И взял Иосифа господина его и отдал его в темницу, где заключены узники царя. И был он там в темнице. Интересно, что за верность Патефару и за верность Богу Иосиф снова оказывается ниже уровня жизни. То он был рабом, теперь его еще и сажают в тюрьму. Это еще хуже, чем может быть. У него хоть какая-то была свобода, он хоть и свободным воздухом мог дышать, будучи рабом, но теперь он оказывается еще и в тюрьме. Итак, опыт Иосиф оказалось все против него. Отец отправляет Иосифа к братьям. Братья ушли за 25 километров от места, но некто подсказывает ему место, куда идти он идет. Братья бросают Иосифа в ров. Рувин планирует спасти его, но пока он отключил все его братья по случайным обстоятельствам, случайно проходящего мимо каравану, продают в рабство. И теперь Иосиф из-за его верности Патефара бросает в тюрьму. Эти все истории, это только начало. Мы с вами продолжим рассматривать и изучать в следующих сериях. Но я хочу напомнить вам то, с чего мы начали. Несмотря на то, что мы были единственными людьми в мире, которым благоволил Господь, обстоятельства целиком были против нас. Этот статус из третьего тома «Избранных вестей» Елена Вайт описывает о будущем, что ждет нас. Она видела будущее, она его описывает, что несмотря на то, что мы были единственными людьми в мире, которым благоволил Господь, все обстоятельства были целиком против нас. Это то, что ждет нас в будущем, друзья. Если мы сегодня научимся доверять Богу и будем готовы к этому, то мы легко перенесем это. Мы не будем зависимы, наше настроение не будет зависимо от обстоятельств нашей жизни. Я вам рассказываю об этом, а сам часто сталкиваюсь, ловлю себя на мысли, что как только что-то пошло не так, как я хотел, я начинаю возмущаться. И тут же я вспоминаю, так я аж проповедь на эту тему говорил. Я аж сам лично говорил проповедь, что не должны мы на обстоятельства обращать внимание. Я созбираюсь, говорю, господи, хорошо, помоги мне. Помоги мне понять, посмотреть глазами твоими на эту ситуацию. Подняться выше. Знаете, иногда мы вот как маленький ребенок, не знаю, уперлись куда-то в стул и не знаем, куда дальше идти. Когда можно посмотреть, что можно обойти этот стул и дальше свобода. Я вам скажу, что сегодня мы все учимся. И либо мы пройдем этот урок вместе с Господом, либо мы не сдадим его, этот тест. И мы провалим его. И многие проваливают его. Но если мы помним это и держимся в этой обетовании, евреям 13 глава 5-6 стих. «Имейте нрав несеребролюбивый, довольствуйтесь тем, что есть. Ибо сам сказал, не оставлю тебя и не покину тебя». Так что мы смело говорим, Господь мне помощник и не убоюсь, что сделает мне человек. Друзья, пусть это обетование будет вашим обетованием. Бог сказал, что Он не оставит вас. Довольствуйтесь мало. Не нужно гнаться за чем-то большим, а в той ситуации, где вы оказались, будьте верны Господу. Потому что если мы будем верны Богу, то Он точно никогда нас не подведет. Но если мы не проявим верность Господу, рассчитывать на то, что у нас все пойдет благополучно, это уже будет, по сути, как богохульство. Потому что верность Богу благословляется. И мы со своей стороны должны оставаться Ему верными. Итак, завершая, я уже хочу напомнить, что все желающие, кто хочет изучать библейские уроки, я предлагаю проходить эти уроки. Можете написать мне в WhatsApp, Viber или в Telegram. Я вышлю вам библейские уроки, для того, чтобы вы могли научиться слышать голос Божий в своей жизни. У Бога есть грандиозные планы о каждом человеке, в том числе о вас. Пусть Господь благословит нас сегодня изучать Священное Писание, дорожить Священным Писанием и жить в соответствии с Священным Писанием. Брать эти ценные уроки и жить вместе с Господом, переживая их, помня, что никого никогда Господь не оставлял. У Него есть лучшее решение, но мы должны управлять этими обстоятельствами, исполняя Божий замысел. Аминь. Давайте мы с вами помолимся. Дорогой наш Отец Небесный, Творец Неба и Земли, мы очень благодарны, что у нас есть такая прекрасная возможность на опыте жизни и истории Иосифа научиться, как нам поступать в самых трудных ситуациях. Просим Господи, даруй нам мудрости быть верными Тебе, чтобы не произошло. Принять решение, чтобы никакие трудности и никакие превратности судьбы не ограничили нас, но чтобы мы не боялись никакой работы, все делали как для Тебя, оставались верными Тебе и наблюдали, как Ты, Боже, будешь открывать двери в нашей жизни. Благослови даруй нам мудрости, искать Тебя, искать Твои правды, задавать Тебе вопросы, Господи, тем ли я занят, нахожусь ли я на том месте, где Ты хочешь меня видеть и покоряться Твоему водительству, Господи. Благослови нас быть верными Тебе во всем и будь прославлен нашей жизнью. Молитвой Иисуса Христа. Аминь. Продолжение следует... Продолжение следует...